Я не могу найти, где моя рука! Там же все карточки! Карточки там совсем все! Блокада Ленинграда. Может показаться, что эти два слова исчерпывающие. Весь страх, ужас и горе содержатся в этом словосочетании. Мы все знаем блокадные цифры. 125 граммов хлеба, 872 дня, 630 тысяч смертей. И все же блокады – это человеческое лицо. Именно через лица ленинградцев режиссер Андрей Зайцев в фильме «Блокадный дневник» рассказывает о тех событиях, которые оставили глубокий шрам на сердце северной столицы. В основу фильма легла книга Ольги Бергольц «Дневные звезды». Это автобиографическое произведение по признанию литературных критиков – вершина творчества признанной поэтессы. Во время блокады Бергольц, несмотря на потерю близких и страшные муки, выступала на радио и писала стихи, вдохновляя жителей осажденного города не сдаваться. Но настоящее народное признание Ольга получила благодаря комсомольской правде. Когда другие отказывались печатать ее февральский дневник и не пускали его на радио, видимо из-за смелости автора, именно комсомолка 5 июля 1942 года опубликовала поэту «Без единой поправки и купюры». Сегодня ее тексты звучат в фильме «Блокадный дневник». По сюжету поэтесса хоронит супруга и отправляется через весь Ленинград, увидеться с отцом перед своей, как ей кажется, смертью. Но у фильма, кроме знакомства зрителей с жизнью поэтессы, есть и другая миссия. Мы снимали про самую тяжелую блокадную зиму, про первую. Это 1941-1942 год, самую страшную блокадную зиму. И, собственно говоря, воспоминаний и описаний города очень много. Оставалось только просто это взять и постараться аккуратно, ничего не искажая, перенести это с книжки, визуализировать и перенести это на экран. Вот такая работа реставратора. Потому что хроника есть, но я этого города, который описывают блокадники, именно вот этой зимы, январь-февраль 1942 года, самые страшные блокадные месяцы, я почти этого города не вижу в хронике. В описаниях он один, в хронике он другой. В чем здесь причины, я не знаю. На самом деле, на вопрос, почему не сохранилась хроника, есть два ответа. Во-первых, у простых граждан не было фототехники, она изымалась. Даже если кого и видели с камеры, его могли обвинить в шпионаже. И вторая, более весомая причина – цензура. На страницах газет рассказывали о подвигах советских солдат, и там не было места ужасам и горю блокадного города. И все же, некоторым фотографам удалось запечатлеть тот самый, охваченный голодом и страхом, город. Одним из них был Борис Кудаяров, фотокорреспондент комсомольской правды. Он отдал журналистике почти 50 лет, а два с половиной года из них – военному Ленинграду. Он старался всегда оказываться в гуще событий. Шел туда, где был обстрел, снимал здания, охваченные пожаром, и охваченные горем, растерянностью и отчаянием лица. «Снимать нужно как можно больше», – говорил Кудаяров. «Необходима еще и обстоятельная подробная хроника событий. Ее обязан вести каждый репортер, ибо он ответственен за то, чтобы событие было бы сохранено для людей. Когда-нибудь они будут благодарны за такой документальный, точный рассказ о давно прошедшем». Этому принципу следовали и другие военные журналисты-комсомолки. Всего на фронт отправились более 50 сотрудников газеты, кто на передовую, кто в армейские газеты, а кто-то военными корреспондентами. Как и Ольга Бергольц, Борис Кудаяров рассказывал на страницах комсомолки историю блокадного города. И знакомиться с ней поближе – занятие не самое легкое. Но режиссер Андрей Зайцев постарался доступным языком рассказать ужасную трагедию, опустив самое страшное, чтобы кино мог смотреть даже школьник. «Мы делали кино для зрителей на тяжелую тему, но понятным языком, и понятно, чтобы люди понимали, что происходит. И таким образом, мне кажется, что это для всех это кино. И для молодых, и для пожилых, и для среднего возраста. Потому что, опять же, про тяжелые вещи говорится, понятно объясняется, понятно рассказывается. Понятный рассказ. Поэтому для всех». Главную роль в фильме сыграла тезка Бергольц Ольга Азалапеня. По ее словам, пробы она прошла только с третьего раза спустя год после первой попытки. Режиссер считал, что актриса недостаточно хорошо передает тот самый взгляд, который должен говорить «Я завтра могу умереть». Но спустя время Ольге удалось добиться нужного результата. «Когда ты знакомишься с материалами, пять минут, максимум пять минут ты читаешь, в третьем минут ты стоишь и смотришь в одну точку. Потому что переварить это было очень сложно. У тебя идет. Зачем я живу? Для чего? Чтобы что?» Ты снимаешь все время зимой. Ты снимаешь тяжелейшие страдания людей, тяжелейшие условия. Ты снимаешь смерть, которая на улице. И ты должен это сделать так, чтобы у зрителя не возникло ни малейшего сомнения, что он находится в городе. Чтобы у него было полное ощущение, что он находится в блокадном городе. Я на всю жизнь потеряла ощущение тепла. Маленький ветерок, все, у меня уже плохо, я уже в обморок падаю. Именно Ольге Бергольц принадлежит фраза, которую со школьной парды каждый из нас знает наизусть. Никто не забыт, ничто не забыто. И сегодня мы не забываем подвиг ленинградцев, вспоминая их в новых фильмах, пересчитывая старые книги, смотря фотографии того времени. И порой мы даже не задаемся вопросом, почему, для чего нам вспоминать ту самую трагедию. Ты не можешь жить без корней. Там нравятся тебе те вещи, которые происходили. Не нравятся они, тяжелые они, легкие они. Эта история твоей страны, это часть тебя. Что такое человек без корней? Тогда значит, при любом сильном ветре, при сильном порыве ветра, при каком-то сильном испытании он сломается. Если у тебя есть эти корни, если у тебя есть семья, если у тебя это все глубоко, вся эта корневая система, то ты выдержишь очень многие испытания. Ты передашь этот опыт своим детям, они тоже станут сильнее. Это же фильм про любовь все-таки, про абсолютную, про настоящую. Другой никакой любви нету. Только ребенка к своему родителю, а не наоборот. Смотрите, пожалуйста, кино не головой, а сердцем. Это сложная работа, потому что мы все садимся в кинотеатр. Ну, давайте, шедеврините мне. Вот, нет, там нужно смотреть именно вот этой частью, которая у нас самая главная, а не вот эта. И это надо отключить. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok